Первая в нашем списке пешеходная зона на улице Павлова. Сегодня она ограничена территорией, прилегающей к Дому-музею великого ученого. По мнению специалистов, в случае активного автомобильного движения есть реальная угроза разрушения памятника старины от вибраций. Напомним, что в марте прошлого года городские власти приняли решение открыть сквозной проезд в направлении от Первомайского проспекта к улице Семинарской. Но буквально через пару дней эксперимент прекратили из-за бурного возмущения общественности. Сейчас в реальности пешеходная зона возле Дома-музея Ивана Петровича Павлова совсем ничтожна. Примерно 25 метров в длину и около 10 метров, включая тротуар, в ширину. Назвать этот клочок земли полноценной пешеходной зоной можно с очень большой натяжкой. Вся остальная часть улицы Павлова превращена в парковку. Идея выйти на прогулку с детьми здесь ни одному горожанину в голову, понятно, не придет. Еще одна многострадальная пешеходная зона – это улица Почтовая. Прошлой весной чиновники из городской администрации представили общественности схему благоустройства Рязанского Арбата. По тогдашнему проекту предполагалось вымостить улицу тротуарной плиткой, установить скамейки, цветочницы, фонари, а также малые скульптурные формы. Впрочем, пока эти планы остались лишь на бумаге. Борьба же с незаконной парковкой на Почтовой ведется с переменным успехом. Например, заезд со стороны памятника Ленину надежно заблокирован железными ограждениями. Перед Новым годом точно такие же ограждения установили и со стороны улицы Мюнстерской. Однако уже через несколько дней часть ограды куда-то исчезла. Сейчас от нее в земле остались лишь металлические основания. Автомобильный проезд вновь открыт, да и бетонные клумбы вновь аккуратно отодвинуты в сторонку. Малопонятная парковка процветает и в городском парке позади Рязанской филармонии. Несмотря на запрещающий дорожный знак, автомобилисты преспокойно оставляют машины прямо на территории пешеходной зоны. А со стороны Дома народного творчества, так же как и на Почтовой, бетонные клумбы раздвинуты для сквозного проезда с улицы Урицкого. В общем, сейчас надо признать, что ни в одной из рязанских пешеходных зон не решена проблема с незаконной парковкой. И когда пешеходные зоны станут оправдывать свое название, непонятно. Продолжение следует...